Бадай головное питание для жихару кожного региона – право на прасу и годную зарплату. При этом Александр Лукашенко перекананы. Основой для ее росту повинна стать продукциейность прасы. Это комплексная задача, которая имеет на увазе первозбращение старых и створение новых творческих, укоренение сучасных технологий и автоматизацию. А еще под рыхтовку рабочих и специалистов высокого класса. У Раду поставлена задача – забеспечить в этом году зарплату в 1000 белорусских рублей. Алигетые гроши необходимо саправды заработать. В полной мере это касается и нашего предприятия, где установлено новое оборудование. Мы тоже ищем новые рынки сбыта, работаем над уменьшением себестоимости выпускаемой продукции. И эта работа не останавливалась и будет вестись дальше. Кали на промысловых предприемствах специальных опрагляду выступления не организовывали, как бы не спынять вытворчий процесс, то у вышейших навучальных установок студенты сашили за посланием у реальным часе. У Белорусским Державным Университете транспорту телевизор установили у одной из читальных залов. Нехто провел тут увесь час, пакуль агучивалася послание, нехто приходил после лекций и лабораторных занятков. Не глядячи на то, что это у первой шаргу БНУ, актуальным для университета з'является и пытание экспорту послух. С 2012 года тут працует выпробовальный центр чугунышного транспорта. Сирот заказчиков – Россия, Франция, Узбекистан и Япония. Только в минулом году экспорт склау амаль 1 миллион 300 тысяч долларов. Делегация Белгута во главе с ректором университета вернулась с Китайской Народной Республики. Посещала университеты и профильные транспортные предприятия. Заключено соглашение о сотрудничестве, а это совместные научные разработки, это новые технологии. Мы стараемся с каждыми предприятиями заключать соглашение о стратегическом партнерстве. Еще одна актуальна для Гомельской области тема – развитие предпринимательства. В последние годы количество малых предприятий повелешивается, но их деятельность могла бы быть больше эффективной. Александр Лукашенко переконаны. Активизация деловой инициативы – одна из наибольш важных державных задач. По широку объективных причин сегодня с объектом господарения тяжко конкурировать на рынку. А тому необходимо створить для них больше сприяльные умовы. Утим, лекопраз выключения непотребных проверок. Зараз рихтуется ответный декрет президента, и Гомельская область мает свои пропоновы. Основные трудности вызывали вопросы контрольной деятельности, связанные с выполнением требований МЧС, санитарно-гигиенических норм и ряд других. Я думаю, что в новых документах найдет отражение их упрощения и возможность работать без выполнения ряда норм, которые уже устарели. Олег Сунцеров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телераду, компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова